Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Вы говорите о том, что у вас уже довольно давно происходит вспышка гнева истерики. Вспышка гнева, злость, агрессия – это защитный механизм. Защитный механизм связан с защитой. Защитный механизм, который вас защищает. Вопрос, конечно, в том, от чего защищает. Это вообще, наверное, самый-самый интересный вопрос. Какой только может быть. От чего защищает вас защитный механизм? От того, что вы воспринимаете как угрозу. И если проанализировать все ваши вспышки гнева, систематизировать их, я уверен, что можно будет между ними найти что-то общее. Что-то общее, что-то такое, что восходит к чему-то в вашем раннем детстве. Ну, или просто в детстве. И именно это, именно данный аспект, то есть данная ситуация, данный момент, если угодно, и обусловил наличие, наличие у вас вспышек гнева. Тех самых, ну, которые, собственно, собственно, говоря, вы и переживаете. То есть гнев – это защита, агрессия – это защита. Тут можно задать вопрос о том, насколько вы склонны, например, к тому, чтобы быть слабой. То есть, хотите ли вы быть слабой? Можете ли вы быть слабой? Знаете ли вы, как это, быть слабой? То есть, все вот эти вот аспекты, все вот это вот, нужно изучить. И чем тщательнее, тем лучше. То есть, чем тщательно вы это для себя изучите, тем лучше будет для вас. Дальше. Дальше. Если мы говорим о том, что у вас возникают истерики, то истерика – это нечто совсем другое. она представляет собой болезненное проявление вашей потребности в, ну, например, в чувстве собственной значимости. То есть, вам, получается, не хватает ощущения того, что вы значимы. Вы не чувствуете себя значимыми. В полной мере, возможно, в полной мере, вы не чувствуете себя значимыми. И именно поэтому, именно из-за этого, вам и нужны истерики. Ну, то есть, это, по сути дела, ваши потребности в обратной связи других людей так проявляются. То есть, нужно вот этот момент, нужно так же понимать, хорошо, хорошенько понимать этот момент, потому что он объективно является одним из ключевых для вас тоже. Именно по той причине, что истерики возникают у людей, которые не чувствуют себя достаточно важными в жизни вообще и со своими близкими в частности. Вот, с людьми, которые важны для них в частности. Вот. Это вот то, что касается истерики, то, что касается гнева. Как вы понимаете, в принципе, одно связано с другим, да, то есть, вполне одно может быть взаимосвязано с другим, в плане того, что, например, ну, например, вы не чувствуете себя значимой, да, и периодически, значит, злитесь из-за этого. В злости вы снимаете часть своего напряжения. Вот. Но напряжение все равно, например, растет, напряжение все равно растет, и в определенный момент вам уже требуется истерика. Либо наоборот, вы испытываете, ну, вы устраиваете истерику, значит, потому что вам нужно внимание. И до определенного предела, до определенного момента у вас получается это сделать, то есть внимание вы привлекаете. Вот. А когда люди, соответственно, перестают обращать внимание на вас, даже вот, ну, когда вы истерите, вот, когда люди перестают обращать внимание на вас, вы используете гнев. Гнев. Вот. То есть это может быть вот такая системная проблема собственной значимости у вас. То, в принципе, у людей довольно часто происходит, когда человек, грубо говоря, не живет своей жизнью, грубо говоря, живет только навязанными каким-то стереотипами или тем, что ему не подходит. То есть близкие-то люди, они хотят как лучше, да, понятно, вот, но далеко не всегда получается, да, далеко не всегда есть возможность у близких людей правильно понять человека, своего близкого тоже. Ведь ведь все мы судим по себе, вот, все мы судим, исходя из своих представлений, исходя из своего багажа опыта, вот, и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, что вот здесь именно эти два аспекта можно раскрыть так. Дальше. Ранее мне это не мешало. А как это могло вам не мешать, если это довольно серьезно? то есть, ну, как это могло не мешать там? А люди, которые, вот, вас, ну, наблюдали, видели, такой, а люди, которые получили какой-то негатив, заряд негатива от этого, как же так? То есть, что вы, что вы подразумеваете под вот этим вот, под этой фразой, что ранее мне это не мешало? Мне кажется, что надо бы вам этот момент обязательно для себя определить. Вот. Потому что, исходя из того, что вы написали, я полагаю, что проблема достаточно, ну, застарела, скажем так, у вас. Дальше. Последние две-три недели это усилилось. Я впадаю в бесценную агрессию из увеличивающих деталей. Могу эстетически плакать, практически нет ничего. Могли бы вы подсказать, что это может быть и что мне можно сделать? Вот. Ну, во-первых, обратиться на высокую нужную к врачу на предмет, хотя бы, физиологического заболевания. Ну, то есть, ну, возможно, у вас есть какие-то проблемы, связанные именно с физиологией. Вот. Понимаете? Это надо исключить. По возможности, конечно. А дальше уже работать с психологом для того, чтобы выяснить, какие именно проблемы и конфликты стоят за... тем, что вы испытываете, тем, что вы переживаете, тем, что вы испытываете. Вот. А, в частности, в последние две-три недели у вас что-то очевидно произошло, что-то такое, что спровоцировало усиление, да? Усиление этих симптомов, в частности. Вот. И, соответственно, это нужно выяснять, это нужно выяснять и разбирать, потому что, может быть, именно в этом, в этом моменте и кроется объяснение, а значит, ключ к разрешению вашей проблемы. Вот. Что можно сделать вам? Вам лично можно и нужно обратиться к врачу, сперва общему врачу. Вот. Вам можно и нужно, сперва, рассмотреть и, пожалуй, пожалуй, что важно исключить, исключить медицинские, физиологические причины вашего состояния, вот, и уже потом на эту тему работать с психологом, вот, если проблема не разрешится. Ну, сама, собой, после того, как вы её изучите, например, вылечите, допустим, да, там, если у вас обнаружится какие-то проблемы, вот. Я думаю, так. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!